Хесед – это крайне левое. Клепашель гвура – это крайне правое. Да, это понятно. В терминах политических я имею в виду, да? Одни, так сказать, до конца. Ну, я скажу сейчас жесткую вещь. Я скажу жесткую вещь. Значит, крайне левое, крайне левое позволяет поднять голову кому? Исмаэль. Правильно? Хесед, вот этот чрезмерный хесед, дает арабам поднять голову, да? А Клепашель вторая, которая гвуры, крайне правый, кому они дают поднять голову? Эсаву. Все эти БДС, которые бойкотируют и так далее. Все, весь Запад, да? Почему это происходит? Из-за крайне правых. Мы редко задумываемся на эту тему. Но когда мы перегибаем планку, когда мы, так сказать, там, вот сейчас, например, да, стоит крик по поводу того, что там постреляли в ГАЗе, да? Расстреляли. Мы не понимаем, что такое, господи? Это же террористы, их надо расстреливать. Правильно? А БДС вовсю кричит. Это же, дескать, это военное преступление, надо их судить. Давайте там тут же подали в ГАГу и так далее, и так далее. Это происходит потому, что идет перекос в другую сторону. Мы это не замечаем. Потому что среди русскоязычных, как правило, тут мы все правы, так сказать, и мы все с шашками, так сказать, скачем вперед. Понимаете? Но как одно является перекосом, так и второе является перекосом. Надо это понимать. А что это перекос был? Вот это такое движение. Конечно, перекос. Потому что вместо того, чтобы уничтожать главарей, мы отстреливаем пешек. Пешек можно отстрелять сколько угодно. Их никто не считает. А главари ходят, продолжают ходить. Главарей всего раз, два, три. Достаточно было троих убить, и все. А тут убили... И БДС ничего не сказал. БДС ничего не сказал, потому что это террористы. Если мы сказали, это главарей террористической организации, ну и грох, ну и лебедец бы ничего не сказал. А что она может сказать? Нет, ну и не мукаю. Нет, нет, тут надо понимать. Тут надо понимать. Я к этому потом вернусь. Вы говорили, что все они, почти все 50 были членами... Совершенно верно. Я говорю не про них. Я говорю не про них. Они, те террористы, которые бросались на заборы, пытались прорвать и так далее, они однозначный амалек. Их надо уничтожать. Они верны, как это Диабрам, не Сиротанет. Они идут до конца. Конечно, конечно, конечно. Кроме тех, кого убили этих террористов, там еще больше 2000 раненых. И среди них женщины и дети и так далее, которые были живым щитом. Окей? А вот это ребенок, девочка. И вот здесь, вот здесь, вот это дает место всем этим бедесам открыть рот. Понимаете? Потому что это уже... Ты тут не можешь сказать, что все они террористы. Там есть женщины, есть дети. Не так все просто, да? А что они так делали? Правильно. Значит, понятно, что ответственность несет тот, кто их использует в качестве живого щита. Это понятно. Ответственность несет ХАМАЗ. Это однозначно. А бедес этого не понимает? Но, секунду, но, тут есть масса вещей, которые к этой ситуации привели, которые мы как бы предпочитаем под ковер. Понимаете? Ну, например, мы ушли из газа. И это то, что привело к этой ситуации. Если бы мы не ушли, то нам не надо было бы сейчас стрелять. Понимаете? Значит, я думаю, что не надо было. Ну, это же бедес хотел, чтобы мы ушли. Не, не. Мы находились, да. Мы постоянно стреляли, между прочим. Постоянно стреляли. Это по нас не стреляли. Ладно, слушайте. Значит, давайте так. Я не хочу переводить это в полезную информацию, поэтому я не буду. Значит, это надо продумать. Я вам просто предлагаю продумать, потому что нам очень легко солидаризироваться с одним, так сказать, концом, да, потому что мы все видим, что левые, так сказать, перегибают палку, да, что они за своим хэседом, с этим, так сказать, они явно не туда зашли. И нам это четко видно с нашего конца. И поэтому там нам очень легко солидаризироваться с этой позицией. Но когда мы говорим про противоположную позицию, когда мы становимся на другой фланг, то нам очень тяжело увидеть свои перекосы. Понимаете? Они у нас есть. Понимаете? Когда не... Вы поймите ситуацию. Аврааму сказано, и благословятся тобой все семьи земли. Невозможно благословить все семьи земли, то есть народы мира, если мы их не любим. Невозможно. А те, кто проявляет только гвуру, не в состоянии любить народов мира. Не в состоянии. Понимаете? У них, так сказать, эта гвура чрезмерная. Понимаете? И нам нужно этот перекос исправлять. Потому что мы не можем из этой позиции крайне правой прийти к миссии, которую Аврааму, так сказать, дали. Понимаете? Мы должны их любить. А мы их ненавидим, грубо говоря. Ну, я условно говорю, я немножко передергиваю. Почему ты говоришь, что мы их ненавидим? Смотри, ты отводишь к гвуле какую-то хаотическую роль. Вместе с тем, посмотри, допустим, мы говорим такую вещь, минутку. Допустим, конкретно по этой ситуации. Почему, если я говорю, вот ты будешь жить здесь, а ты будешь жить здесь, а ты будешь жить здесь, а ты будешь жить здесь. И вот тогда все будет в порядке, никто ни с кем не будет ссориться. То это страшно, это плохо. А если я говорю, всего этого не делаю, и они друг на друга сидят, наступают, после чего ты берешь автомат, начинаешь расстреливать их ма. Извините меня, привести в порядок это дело. Ребята, у вас есть своя государство, давайте мы вам поможем, давайте мы вам профинансируем. Вы пойдете туда, мы будем жить здесь, вы будете жить здесь, мы будем лучшими друзьями. Лучше согласятся. Почему в этом ты видишь, так сказать, выхлёстывая клепу гвуры? Я наоборот... Я не говорю об автобусах с плачущими детьми, я не говорю, здесь трансфер в таком дикой виде. Это предотвратит массовые расстрелы. Вот, совершенно верно. Так с этим я как раз согласен. Если бы мы, вместо того, чтобы выходить из газа, взяли бы на себя ответственность, исходя из того, что это наша земля, газа входит в границы обетования. Это земля, которая нам заповедана. Мы хозяева должны быть на этой земле. Значит, мы несем ответственность. Значит, мы должны... как бы ПДФ, он бы просто ведь подсет, если бы мы такое сказали. Секунду, секунду. Нет, нет. Вот в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Ответственность за что мы несем? За себя, за этот участок земли или за арабов, которые там живут? Я скажу. За что? Сформулирую, что такое ответственность? Значит, мы несем ответственность за правовое пространство. Мы, хозяева на этой земле, мы обязаны обеспечить на этой земле правовое пространство. Это значит, мы четко должны прописать какие-то процедуры. А они не хотят. Секунду, подожди. Кого мы уничтожаем, потому что они не хотят? Кого мы выселяем? Кого? Кому мы предоставляем вид на жительство? А кому мы предоставляем гражданство, если они так же, как друзы, готовы служить в армии, готовы принять присягу на верность и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в тот момент, когда мы четко это пропишем, когда у нас будет четкая, совершенно правовая процедура, когда мы покажем, что мы взяли ответственность за это, вот тогда это будет правильное применение вот этой гвуры. То есть вы считаете, что если мы возьмем сейчас арабскую девочку и выселим из ее дома, то весь мир будет на это взирать в умилении? А почему мы выселим арабскую девочку из дома? Потому что ее папа не хочет принимать наши законы. Значит, смотрите, еще раз. Понимаете? Девочку не выселять, только папа узнал. Вы знаете, вот шутки шутками, я прошу прощения, буквально полминуты. Мне рассказывал человек, который служил на территории, его работа была забирать спецгруппы после выполнения задания. А когда в деревню захочешь, это же муравейник. Не дай бог, какой-то шорох и соседи начнут выскать туда, эта группа оттуда уже не уйдет. Много мы знаем этих вот историй. Вот группа заходит, а нужно было взорвать дом террориста. И на первом этаже семья. И спецназовец видит такое дело, он врезает, и говорит, ну взорвать будем только первый этаж. Они на второй этаж поднялись, они заменили первый и рванули весь дом. А не было выбора. Нет, и просто к тому, что девочку дома не надо, и можно на другой этаж посмотреть. А ты не можешь. Хэсед у нас такой. Смотрите, иначе быть подгиблил. Эта группа погибет. Значит, смотрите, речь идет о том, что когда... В том-то и дело. Мы ушли оттуда. Это безответственно. Это безответственно, что мы оттуда ушли. К кому и к чему? К нам, к Всевышнему, к нашей земле, ко всему миру. Мы говорим о ответственности об арабах. Вот это я понять не могу. Нет. Они тоже не могли. Нет. Это следствие. Ты не понимаешь. Мы... Эта земля нам дана, чтобы построить здесь общество, достойное подражание. Мы обязаны ей овладеть. Секунду. В тот момент, когда мы оттуда уходим из части, например, из газа, это безответственно с нашей страны по отношению к нашей собственной миссии. Мы не выполняем собственное предназначение тем самым. Понимаешь? Как следствие из этой ситуации. Творец тебе разворачивает только так, что они начинают нас обстреливать. И нам говорят, ребята, вы думали, что вы уйдете из газа? Вы не уйдете из газа. Она будет вас преследовать. В этой картинке так сразу все осталось на свои места. Но ты же говорил раньше об ответственности нашей за них. Вот это я, по лету, никак не был готов. Это другой аспект. Это другой аспект. Это другой аспект. Аспект состоит в том, что если мы говорим, что благословятся нами все народы Земли, это значит, что в каком-то смысле мы берем за них ответственность. Это не значит, что их нужно по головке гладить. Вовсе не значит. Это значит, что с ними нужно установить определенные отношения. Понимаешь? Правовые. Правовые отношения. Отношения суда. Отношения левой линии. Смотрите, я сделаю отступление еще одно, потому что я чувствую, что это больная тема, ее нужно немножко развить. Значит, смотрите. Есть в Торе такой пасук. Говорится, вы ураштем это кольту швей арыс. Ураштем это арыс. Вяша втенба. Значит, и унаследуйте всех жителей Земли, и унаследуйте Землю, и поселитесь на ней. И вот это слово ураштем трудно перевести на русский, потому что это наследование, но это не геруша наследование, а гороша. Гороша это активное наследование. Если убить бабушку, то можно ее наследство себе, значит... Раскольником был евреем? Совершенно верно. Понимаешь? То есть, ураша это активное наследование, я не знаю, как это по-русски сказать. Обладевание. То есть, принятие на себя, так сказать, их не знаю, чего, полномочий, не знаю, как сказать. Значит, в современном политическом языке это называется распространение суверенитета. Понимаете? Говорят, когда Зор разбирает отношения между Давидом и Батшевым, он проводит четкие линии, он говорит, как Давид взял Батшеву силу, вот так вот, а мы с Лель, когда зашли, говорится с Лель, взяли у канонейцев, то есть... Совершенно верно. Совершенно верно. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Это не хорошее слово для этого, потому что ракет нельзя дать. Конечно. Ракет можно только взять. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, здесь есть некая тонкость такая, что значит, мы должны унаследовать жителей этой земли. Значит, Раши говорит очень просто «Во Раштэн, веги Раштэн». Да? Изгнать. Все? Изгнать, никаких вопросов больше нет. Да? Это Раши. Теперь, Рамбам почему-то начинают мудрить. Казалось бы, что Рамбам умудрить. Он начинает говорить, что если они приняли на себя семь заповедей Ноаха, и если они приняли израильский суверенитет, то есть власть Израиля на себя, да, и если они готовы нести повинность, там типа строя, построение храма, например, что они там будут коммунитесами, я не знаю кем, да, да, совершенно верно. Не только налоги, национальный услуг живут, за широтливым местом. То вот тогда можно их оставить. Спрашивается, чего только Рамбам вот это все вот надо. Выгнать к чертовой матери, и все. Вот как Раша сказал, выгнать. Чего мы будем тут так сказать, рассусоливать-то? Почему-то Рамбам находит правильным вот нам вот это все подать. и загадок вопросом, зачем? Значит, Рамбам нам понимают, что, ребята, время-то идет, права человека, они продвигаются, когда-то было рабство, и это было нормально, и никто не представлял себе, что будет иначе. А в наше время, так сказать, уже с рабством никто никому не приходит в голову, вот так вот прямо рабов завести, рабовладение уже отменили, слава Богу. То есть, Рамбам понимает, что не так все просто, не то, что мы можем взять, выгнать всех, и весь мир будет сидеть и аплодировать. Не будет. Опять-таки, Рамбам писал в арабской стране, в поближенных халифов. Он должен был цензировать то, что он пишет. Ну, хорошо. Не имею значения. Не имею значения. А возьмите выпуск столмода веки. Послушай, Рамбам был достаточно умным человеком. Он бы нашел. Возьмите даже текст Талмуда издания Вильны. Вы увидели, как Талмуд разментирован там. Потому что все редакции проходили цензуру. Давай так, давай так. Значит, Йосиф Карлов, который комментирует Рамбам, он бы мог написать, а он уже был в Цфате в 16 веке, уже не было никакой там арабской страны. Он мог честно написать, ребята, то, что нам писал Рамбам, это он написал для цензуры. Рамбам это Рамбам. Он написал. Мы можем позволить какие-то там договорки. Он критикует... Не, не, подожди. Он критикует Рамбам. Он говорит, наш учитель, он очень достойно к нему относится. Говорит, наш учитель здесь ошибся. Он критикует, и он говорит, смотри, не так все просто. Что значит, тут есть Амалека, есть 7 народов. Как это так? Так сказать, нельзя так просто их оставлять. Что значит? И дальше идут всякие выкрутасы. Говорят, ну, раз они приняли 7 завединоха, то они тем самым выпадают из понятия Амалека. И так далее. То есть, начинаются какие-то эквилибристики, так сказать. Они такие на самом деле выпадают. Окей, но ты понимаешь, что Йосеф Каро к этому относится всерьез к тому, что дело не в этом. Я думаю, что дело не в том, что надо понимать, что трансфер, то что называется, в наше время не будет принят мировым сообществом, как бы мы ни хотели, понимаете? Что нужно очень четко обосновать, переселение народов, это дело, которое делал Санхириев, когда он мог себе позволить, понимаете? Или Сталин. А мы сегодня не можем этому позволить, потому что если мы себе это сделаем, то нам скажут, ребята, вы вроде претендовали на то, что вы свет для народов, так что же вы тогда геноцидом занимаетесь? Не годится так. Одно дело, если бы вы террористов интернировали там, а вы всех подряд под одну гребенку, так не годится. Вы должны это делать более по-человечески. И они будут правы. Более по-человечески. А как? Потому что мир так сейчас устроен. А как? А как? Вот в этом и состоит баланс. Вот в этом и проблема, понимаете, что у нас есть две стороны. Одна Авраам с бесконечным хэседом, а другая Схак с бесконечной гбурой. А нам надо это все синтезировать. Это Яков, который умудряется это синтезировать, свести это к балансу. Вы знаете, Всевышний, Машер Абейну и Йошо Бенун, у них была другая точка древняя. Какая? Он проехал. Всех проехал. Уничтожить, а предложить, Всевышний сказал, предложить мир. Предложить мир, совершенно верно. Предложить мир. Приняли, приняли. Не приняли, начисто. Окей. Окей. Значит, совершенно верно. Но надо понимать, что со временем Яшо Абейнуна прошло некоторое время. Ничего не прошло. А, и тогда давайте закроем эту Тору, положим ее в исторический музей. И будем жить, как мы придумали в Аллахе. Значит, в Торе сказано, и придешь ты к мудрецу, к суде того поколения. И что он тебе скажет, тогда это уже просто в Торе получается, понимаете? Тора закладывает в себе, в самой, закладывает гибкость. Она говорит, ребята, то, что здесь сказано, это только принципы. А как эти принципы, высшие принципы высших миров, как их спроецировать на наш мир, это решают мудрецы. Были мудрецы, очень великие, которые сделали чудо и спасли народ без земли, без языка, без храма, без ничего. Спасли народ. Они были великие мудрецы. Но нету теперь кого-то, кто может отменить их и сказать, Хеври, пошли назад. Пошли, уже есть наша Тора, уже через 400 лет после того, как это все случилось, уже можно было вернуться. Но мы не можем отменить то, что приняли эти великие люди, потому что мы поклоняемся. Мы поставили этих великих людей выше Бога, выше Маширобейну, выше всех. И поклоняемся им. И все, что мы объясняем, мы объясняем, как сказать, как изменить Тору, чтобы объяснить то, что сказали вот эти мудрецы. Понимаете, мы никогда не можем вернуться. То есть, либо мы возвращаемся на нашу землю и берем нашу Тору, либо мы берем Галутную Тору и находимся в Галуте, ассимилируемся и закрываем этот эссен. Согласен. Я согласен. Это проблема нашего поколения. Это проблема нашего поколения. Тебе сказать, что я недавно думал? Ну. Только коротко, потому что нас уже прижимают лево. Очень коротко. Короче, некуда. Левые. Что делать? Левые. Они придумают, как соединить эти вещи. Что они? Они придумают, как соединить эти вещи. Левые атеисты. Какие вещи? Что там на суду? Что вы говорите? Соединение Тору современности. Нет, они предлагают ассимилироваться. Им Тору, вообще, да, заумироваться. Это сегодня. На самом деле, именно вот то, что ты говоришь, о том, что идеи приходят слева. Согласен. Согласен. Вот именно они по-своему перелопатив это все и сделав революцию в собственных мозгах, за счет того, что их мозги свободны от этих нагромождений, о которых вы говорите. А мы что будем делать? Мы будем орать и топать ногами. И кричать, это все не годится. А их будет становиться все больше и больше. А мы будем задвигаться все дальше в угол. Согласен. И в конце концов. Последай дальше, иначе не успеем ничему. Так, значит, три вот эти клипы я описал, да? Получается, что Авраам, Исхак и Яков у каждого была своя клипа. А нет, третью я забыл еще. Терафим, да? Терафим соответствует Эрефрав. Значит, что такое Яков? Чем Яков отличается от Исраиля? Яков – это народ Израиля в униженном состоянии, в галутном, да? Израиль – это состояние, так сказать, подъема, да? Или же по-другому можно сказать, Яков – это религия, это галут, да? В галуте он был иудаизм, то есть называется религия. А Израиль – это полноценный национальный образ жизни, да? Который включает не только ритуалы там какие-то, книжки вот сидеть там, да? А это вот воплощение, так сказать, всего, все вместе, этика, эстетика, там все подряд, да? Да, Ягадут. Да, то есть Ягадут в смысле, не в смысле узкого иудаизма, а в смысле еврейства, да, так сказать, в широком смысле, да? В этом разница. Теперь, то есть… Больше прощения, Равкук даже говорил, сифрут, он употреблял это слово. Да, совершенно верно. Понимаете, сифрут он говорил, литература. Да, Равкук присутствовал на открытии школы Бетсалель в Иерусалиме. Был дичайший шум по этому поводу. Как это так? Он пошел, значит, к этим самым, понимаете? А что он сказал? Он сказал, что по мере продвижения Геулы и Тора проникает во все больше и больше сфер жизни. Это нормально, что открывается школа художественная? Да, у нас запрещено там. Но это нормально, он сказал. Это должно быть там. Он сказал, если больная девочка просит куклу, значит, она выздоравливает. Совершенно верно. Совершенно верно. А где это он сказал? Робка. Да? Да. Как красиво. Совершенно верно. То есть, получается, что вот эта религиозная составляющая, Яков, да, не Исраиль, а Яков, религия, да, в ней есть изъян. В чем изъян ее состоит? Значит, Рахель утащил этих Тарафим у кого? У Лавана. Лаван это что? Лаван это Амалек. Он хотел, то есть, он написал, ла-кор-та-кор. Все уничтожить хотел. Он сказал, и дочери Майи, и сыновья Майи, да, он хотел уничтожить все под корень. Это написано в Пасхальном Агаде, в частности, да? То есть, это Амалек, который хочет вырезать под корень, так сказать, народ, да? Значит, у этого Амалека Рахель взяла некоторый аспект, вот эти Тарафим, да? Да? Взяла и уперла у него Тарафим. То есть, она какой-то аспект этого Амалека перетащила к нам, к себе, да? Яков не заметил. Окей? То есть, это нечто, что связано с религиозным сознанием, потому что Яков это религия, мы сказали, как бы религиозный еврей, да? И там есть изъян. Теперь, мы только что говорили про крайности, да, крайне левые, крайне правые. А это что? Это крайне религиозные. Вот эти Тарафим. То бишь, простой пример, вот те ребята, которые ездили лабезаться к Ахмеденеджаду, например, и которые ярые антисионисты из религиозных соображений, это вот эта самая клепа. Понимаете? То есть, это крайняя степень религии, которая идет уже против нас самих. Она нас самих хочет уничтожить. Понимаете? Вот три крайности, которые у нас есть. Окей? Теперь я сочетаю как раз из урода. Урод Атхия. Раба Кулка. То есть, он говорит так. Три силы борются ныне в нашем лагере. Борьба между ними наиболее заметно верится с Раэлем. Но их действие пристекает из сил наций в целом. То есть, во всем мире, в принципе, это все происходит. Те же бедея, да? А их корни сдержатся в сознании, проникающем в пространство человеческого духа. Мы будем жалки, если оставим эти три силы разрозненными в их восстании друг против друга и в обособлении каждой из них в отдельный лагерь, враждующий с остальными. Святость, нация, человечество. Святость, кодыш, это Харидим. Нация, это правое, национальное. И человечество, это универсальное, это левое. Вот три силы. Человечество или личность? Человечество, это Энушут. Это три главные... Личность, это святость. Личная святость, это Харидим. Это три главные требования, из которых соткана в той или иной форме жизнь каждого человека. Вот что говорит Равкук, да? То есть, еще раз, мы видим вот эти три праотца наших, да? Авраам со своим универсализмом и хэседом, да, так сказать, обо всем человечестве заботящийся, да? И цхак, который национальный, который ставит границы всего, так сказать, мы прежде всего ставим границы, есть свои и есть чужие, да? И третий, Яков, который религиозный, так сказать, да, если это, так сказать, вот вопрос святости, да, что каждый человек должен быть свят сам по себе, безносительно народа, государства и так далее. Вот, я наматываю филин, все, да, это третье, да? Ну, хорошо, там, понятно, что Яков, он соединяет обе, так сказать, и Авраама, и цхак, это, так сказать, это другая, да? Но, в принципе, я говорю, вот это треугольник, да, и ровно про те же три силы говорит Равкук, что если мы их всех сумеем объединить, то вот тогда мы будем здоровой нации. Вот, что он говорит. Окей, ну, я привел очень маленький отрывок, дальше он это развивает эту тему, говорит, что вот все вместе должно быть, и вообще это нормально, любая здоровая нация должна стремиться ко всем трем вещам, да? Так сказать, левый, правый, религиозный, так сказать, они должны все, так сказать, вместе, да, мы должны найти синтез определенный, да? Так сказать, вот, то есть, получается, что говорит Гаун? Гаун говорит, что по всем трем вот этим штукам у нас есть изъян. Хэй? То есть, хэсет, гавурат, тиферет у нас с изъяном, потому что все эти фарациты проглядели, и клепа подсела на это. Окей? Пошли дальше. Он говорит, почему есот шиба тиферет, да, мы сказали, что по средней линии вот есть день, который есот шиба тиферет, двадцатый день сфератаума, да? Значит, что такое есот? Есот это, кто его символизирует? Йосеф, да? А тиферет это кто? Это Яков. Значит, взаимодействие Якова и Йосефа, да, дает возможность победить Клипу, да? Что он имеет в виду? Он приводит посуду, говорит, и будет дом Якова огнем, и дом Йосефа пламенем, а дом Исаава соломой, да, и не останется от Исаава ничего. Да, есть только посуду. То есть, что у нас происходит? Значит, у нас происходит поединок Якова с князем Исаава, да, с Аросшилисав, министром Исаава, да? И говорится, что почему Яков победил в этом поединке? Потому что Йосеф защищал свою мать. Окей, это Софер Азова. Значит, что имеется в виду? Если мы более внимательно посмотрим в этот отрывок, да, то там такая штука происходит. Значит, говорится, что они воюют, и дальше этот самый Сарошилисав, князь Исаава, значит, увидел, что он не может победить, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря, то есть я должен уходить. Он его держит, и, значит, Софер Азовар объясняет, что это как раз сила Йосефа, он его держит, да? То есть Йосефа был 6 лет, когда этот поединок был, да? Но сам факт, что его душа спустилась в мир, дает Якову силы противостоять Исааву, да? Значит, в тот момент, когда он родился, Яков задумался о том, чтобы уйти от Лавана. До того он не рыпался, никуда, так сказать, надевался, да? Так тут он решил, все, родился Йосеф, можно уходить, да? И Бениамин родился уже по дороге, уже все, да? Значит, получается, что сам факт того, что пришла вот эта сила в мир, которая называется Йосеф, которая может противостоять Западу, Исааву, да, она помогает Якову победить. И что, собственно, этот самый Йосеф делает? Он, во-первых, говорит, добивается того, что ему дает имя, да, этот спрашивает его, говорит ему, отпусти меня, ему взошла заряда, да, говорит, благослови меня, да? Тот говорит, как тебя зовут? Он говорит, Яков. Не будет больше имя твоего Яков, но Израиль, да? Это первое. То есть, Клипа, Исаав, да, Сароша Лиса, дает народу имя Израиль. Это очень важный аспект, что именно Клипа дает благословение, да? Это Белам, который нас благословил, и так далее. Это отдельная тема, я сейчас не буду вдаваться, что именно Клипа, именно обратная сторона должна дать нам благословение. Это очень важно. Именно они должны признать, да? То есть, Запад, Исаав, признает наше, сказать, что мы Израиль, а не Яков, да? То есть, признает национальный аспект, не только религиозный, да? До сих пор вы были религии, были иудеями в различных странах, да, так сказать, там. А теперь вы народ, нация, да? Это говорит Запад, это говорит Сароша Лиса. Это первое, чего добился Йосеф. И второе, то, что он добился, это благословение. Он сказал, благослови меня. Он ему дал браху, там сказано, да? Вот две вещи, которые Йосеф помогает Якову сделать, чтобы выйти из этого поединка победителями, да? Вот это очень важно, вот эти две вещи. Значит, теперь, что, собственно, какой нимшаль? Миша, извините, пожалуйста, а в чем ошибка была Якова? Я не совсем понимаю. Ошибка Якова, что он проглядел. Что такое проглядел? Я не знаю. Рахель украла этих самых терапим, а он не проверил, не это самое, не увидел, не почувствовал, не возникло у него какого-то интуитивного, что-то что-то не то. То есть, ты понимаешь, а должен был? Потому что дело в том, что эта кража Терафимов не на пустом месте взялась. Дело в том, что он на ее существовали тяги, какая-то сложность к этим вещам. Он должен был это чувствовать, он должен был знать, что в Рахеле есть вот этот вот самый кусочек привязанности к этим Терафимов. Он должен был это знать, он этого не знает. Может быть, еще аспект того, что он просто слишком долго находился там и должен был раньше уйти? Может быть, этот аспект можно поставить на нашлифку, да? Сто процентов. Знаете, мне что понравилось из того, что вы сказали? Вот, например, когда Белаам благословил Израиль, после этого была история с дочерьми, да, и печальная история, которая много нам чего стоила. А вот эта история с Ангелом, он его не сам благословил, его Яков победил. Конечно. И ничего не было плохого. Ну, как? В том-то и дело, что это... Мы получили завид. Здесь интересно, получается, кстати, одна очень интересная вещь. Ты сейчас привел параллель между благословением Беляма и благословением Ангела. Ангел благословил после того, как был убежден. Белям благословил, и после этого была война с Мидианом, и Белям был убит. То есть, наоборот. Согласен. Согласен. Это надо подумать. Интересная вещь. Почему... Интересная вещь. Давайте продвинемся. У вас еще есть терпение или уж совсем? Можно вас, давайте. Так, как именно проглядно не связано с крайней религиозностью? Религиозные евреи очень любят харидин. Очень любят религиозных. Потому что они заторуют, они продвигают святость, они продвигают то, что надо. Это же наши идеалы и так далее. И вдруг оказывается, что среди ультра-ортодоксальной общины есть такая штука, как ненавистники Израиля, антисионисты, которые готовы ехать к нашему врагу дичайшему, как Медий Джаду, и целоваться с ним и обыдаться, обниматься на весь мир, лишь бы Израиль был уничтожен. И после этого их даже изгнали из Манчестера, из этой общины. То есть, как бы всем стало понятно, что это какое-то... что-то здесь... что-то замкнуло. Понимаете? Потому что они вроде как выступали со стороны святости, а в результате они оказались злейшими врагами. Понимаете? То есть, получается, что религия переворачивается, как бы, вместо того, чтобы соответствовать замыслу Творца, построению храма, овладению землей Израиля и так далее, вместо этого она оказывается против. То, что Миша сейчас сказал, насчет того, что Яков задержался в Галуте, это же то же самое. Что такое эра-фраф? Эра-фраф — это те, кто не хотели входить в землю Израиля. Почему? Потому что они были величайшими раввинами, и они понимали, что они потеряют свой статус, если они войдут в Эр-Цесраиль. Потому что в Эр-Цесраиль нужны солдаты, а не эти самые, не раввины. Правильно? И поэтому они из своих корыстных соображений не хотели ходить в землю. Почему они же корыстные? Это нельзя это корыстные. Ну, это хазар-говорят. Потому что это святость. Это когда ты поднимаешь Эр-Цесраиль, то спускаешь им это реальности. Да. И ты из пустыни, святой пустыни, спускаешь им это. Сто процентов. Это не обязательно корыстные. Действительно, мы бы добывались, не хотели терять святость. Ну, почему разведчики были наказаны, тем не менее, значит, мудрецы говорят, что потому, что они все-таки из эгоистических соображений. По сути, эгоистические соображения. Это сказали, что мы не можем войти, да? Но я согласен с тобой. Действительно, это спуститься вниз, да, там облака славы, там манна небесная, все хорошо. И вдруг нужно пахать. В этом вся идея, понимаете, что когда святость, вместо того, чтобы продвигать идеи Творца, она становится преградой на пути в Эр-Цесраиль, то вот это и есть клепа. Это и есть серов раб, которые не хотят, чтобы мы вошли в землю Израиля. Это и есть грех разведчиков, понимаете? Которые говорят, мы не можем. Вы что? Там такая тума, там такие силы. Вы что? Сионисты испортят ваших детей. Лучше физическое уничтожение, чем духовное. Мы не пойдем. Понимаете? Это и есть клепа. Мы не понимаем, как бы этого, ну, не то, что не понимаем, мы понимаем постфакт, мы все согласятся, да? Но, де-факто, это и есть серов раб, который не пускает в Эр-Цесраиль, то есть святость оборачивается обратной стороной своей, понимаете? Это обратная сторона, это и есть клепа. Хотя, казалось бы, это все во имя святости как бы делается. Понимаете? Так это вот третье. Это вот эти Тарафим, которые Рахель украла у кого? Амалека. У Лавана, который все хотел уничтожить. Украла, как что? Утащила у него какую-то свою, так сказать. То есть, это не случайно, что они к Ахмедзинджаду поехали, потому что Ахмедзинджад это Амалек классический. Понимаете? Это не случайно, что они нашли друг друга. Потому что это смыкается. Потому что она уперла у него, у этого Лавана, какой-то аспект к себе. Понимаете? Ну да, евреи добрый дядя приехали отдать. Так, пошли дальше. Я хочу хоть немножко, так сказать, закончить. Потому что это все иначе остается в воздухе. Значит, что с поединком произошло? Значит, в 48-м году признали все страны, в первую очередь Штаты, да, Эссаб. Признали, проголосовали за создание государства Израиля. Дали имя Израиль. Правильно? Но как только зашла речь про Иерусалим, тут же эмбарго. Они наложили эмбарго первыми. Сказали, нет. Этого не будет. Мы вас, да, вы Израиль, мы признали, мы за вас проголосовали, но без Иерусалима. Окей? В среднем на Штаты? Да. Наложили эмбарго. Если бы не Сталин через Чехословакию, то у нас бы не было оружия. Правильно? Значит, получается, что в 48-м Эссаб дал нам имя Израиль. Он признал, что мы Израиль действительно, что мы не просто религия, а что мы нация. Но за Иерусалим пошла борьба. Эта борьба шла 70 лет. Окей? И то, что произошло сейчас, то, что Сарош или Сав, министр... Рыжий? Ну, Трамп рыжий. Нет, нет, рыжий это Трамп. А это правда? Рыжий это Трамп. Это Эссаб, это Адмуни. А это Сарош или Сав. Трамп не зря не приехал туда. Там выступал его министр. Это было не случайно. Министр Эссаба, Сарош или Сав признал Иерусалим. Да, нет, я имела в виду, что Сарош или Сав. Да, совершенно верно. Трамп это рыжий, да. Да, понимаете? Это не случайно. Это крутое событие произошло. 70 лет нам понадобилось, вот этот поединок длился. Понимаете? Мы же не знаем, какие там подковерные борьбы шла. С Обамой какая шла борьба, понимаете? И так далее. Это совсем не просто все было, чтобы признали Иерусалим. Понимаете? И наконец, наконец, вот этот поединок завершился. Натаньягу не зря сказал, что это я. Было все ясно, он не рыжий. Что? Он далеко не рыжий. Кто Трамп? С Обамой. А, Сав. С ним было ясно. Понятно. Конечно. Хам вдруг вылез неизвестно ниоткуда. Обама это не классический запас. Он не зря Хусей. Конечно. Он не зря Хусей. Он не был классическим Исаом. Классический Исаак это, конечно, с еврегилистами и так далее. Понятно. Конечно. Конечно. Так вот, это важно понимать. То есть, вот этот вот поединок завершился, наконец. Это заняло 70 лет. Понимаете? Вот теперь мы можем действительно сказать, все. Юсеф, точнее Маше Ягбан Юсеф, свое, в общем-то, отыграл. Ну, еще вопрос с Амалеком. Сейчас мы, если дойдем, не знаю. Да, но по большому счету, вот то, что Юсеф помогал Якову в этом поединке, мы это увидели. Вот это то, что произошло. Он, так сказать, пробил, наконец, что Исаак признал Иерусалим. Почему я говорю про Иерусалим? Потому что Браха это Иерусалим. Да, есть Псалом. Я не буду сейчас, вы мне поверите на слово. Короче, говорится, что... Это Тейлим, 133 Псалом, где говорится, что Цион, да, он связан с Брахой, с Благословением. Да, там заповедовал Всевышний Браху, да. Окей, то есть, Творец, так сказать, дает Браху, она проявляется в Иерусалиме. Кими Цион, Теца Таран. Ну, в том числе, да, да, можно это привести. То есть, понятно, что это связанная вещь, да. То есть, то, что в поединке сказано, что он потребовал Браху и получил, кстати, Браху от Исаак, да, от этого Сароша лица, это Иерусалим. Имени недостаточно, почему? Имени недостаточно, потому что 70 лет прошло. От имени до Иерусалима прошло 70 лет. Понимаете? Вот. Все, хотя бы что-то мы завершили. Да, но я скажу так, значит, Раудинович по этому поводу сказал, что закончился период Машеха Бан-Юсеха на этом, и что мы вошли в период, теперь входим в период Машеха Бан-Давида. Сколько он займет, мы не знаем. Когда проявится Машеха Бан-Давида, мы не знаем. Машер Абейн проявился как избавитель 80 лет. Или когда там примерно 80 лет. По-моему, 80 лет. То есть, заняло время, он родился, в одно время проявился как спаситель, в другое. Так что мы не знаем. То, что начался период Машеха Бан-Давида, не значит, что завтра объявится Машеха Бан-Давид. Это значит просто, что исторический этап наступил вновь. Вот это то, что говорит Динамович. Значит, тут я вскоп замечу, что год назад он говорил, что в 67 году наступил период Машеха Бан-Давида. Так что я не знаю, он иногда сам себе противоречит. Нет, это, кстати, Грета написано в Зоре. Написано в Зоре, что Рэх Шэб Геулан будет Бээрэ в Шаббат. А, окей. Если взять Гематрию Рэх, отнять от 6 тысяч лет, получается 523 год. 5523 год, это 67 год. Не 23, а 27 год. 27 год. Ну да, это известная штука. Это известная вещь, да. Ты прав. Вот. Вы почувствовали приход? Да, запах, да, почувствовали. Когда мы забрали вирус. Значит, есть еще одна штука. Значит, есть Мишкан, да, святилище, и вокруг него, значит, разные колена. Так вот, если мы посмотрим, как сказать, местоположение этих колен вокруг Мишкана, то Юсеф с запада, а Иуда с востока. Соответственно, западный Иерусалим захватывает Машеха Бан-Юсеф, а восточный остается Машеха Бан-Давида. Подождем. Подождем, да. Значит, это мы закончим. Так, значит, самое интересное осталось впереди, я не знаю. Ну что, есть еще один? Давайте лучше еще одну, да. Ну давайте. 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 Планируем еще одну. Планируем еще одну. Знаешь, в Зоре, где идет речь о борьбе Сара и Сава с Яковом, там есть интересное предложение. Там написано, что «Браха Шенитна Мелькиха Лемата» ну, «Нитна Лемата» за «Браха Шенитхиха Лемата». И Зор объясняет, что это та браха, которая змей, царша Леса взял у Хавы, он и вернул здесь в крупный Сараев. А, это. Это смысл всего творения, в принципе, человечества, это, как говорится, Сараев. Ну, по браху, что была забрана там, забрана в Ганна-Эден, она была балащина на Яков. Ну, снизу, внизу, то, что было забрано вверху, было защено внизу. А, ну, это очень круто. Там буквально следующее предложение. Это, да. Это в Бариши. Это очень важная фраза, я поясню ее, так как я ее понимаю, да, там много смыслов, но я один из аспектов пояснил. Значит, дело в том, что есть вещи, которые даются свыше, а есть вещи, которые мы сами берем снизу, да, то есть есть то, что называется пробуждение сверху, а есть пробуждение снизу. Так вот здесь, говорится, в общем, намек идет, что то, что мы делаем снизу, да, мы добились внизу вот этой брахи, которая была когда-то сверху отобрана, да. Значит, тут есть некая тонкость. Выясняется, что все, что дано свыше, без нашей работы, да, оно все временное. Для того, чтобы это стало постоянным, мы должны провести свою работу. Ну, например, приведу пример. Говорится, что все праздники отменятся, кроме Пурима и Хануги. То есть все праздники, которые из Торы, они все отменят, которые сверху даны, отменятся, а которые мы сами сделали, останутся навсегда. Понимаете? И тут мы увидим, что? Мы видим, что западную часть Эр-Цесраэль мы захватили, да, своими силами, и поэтому она, так сказать, навсегда. А восточная часть была дана во время Шестидневной войны. Запах мы таки почувствовали. Но мы знаем, что работа-то наша была очень относительная, потому что все пошло не так, как наше начальство хотело. Карты были какие-то не те, устаревшие. Этот говорил, не нужен нам наш Ватикан. Не хотели... Все сделал, чтобы не захватывать Иерусалим. Все пошло не так. Этот Рабин вообще впал, значит, в пьянку, там, и так далее, в депрессию. То есть вообще все, все пошло не так. То есть мы, наши лидеры, не хотели. Не хотели. А лидеры отражают народ? Лидеры отражают народ. То есть нам это свалилось сверху не потому, что мы хотели, не потому, что мы сознательно, так сказать, хотели завоевать восточную часть земли Израиля. А нам просто сверху это скинули. Вот, Миша, когда идет битва за хайп, Весь народ, он забывает, кто правый, кто левый, кто друзья, кто не друзья. Весь народ как один человек. Когда идет разговор про Иерусалим, если он будет наш, это же будет мельхем и тахим. Вот. Смысл. Это перезерутся, перегрызутся. Это мы со своими родными. А, я думал, мы с двоюродными братьями. С родными? Нет, с родными. С трех сторон пытались захватить. Нет, я думаю, что когда будут занимать восточную часть Иерусалима, в прошлом раз война Гога и Магога, вход будет в Масленичные горы. Придут с Восточной. Уже был, с Насанчинга. Окей, куда придут? Вы что, не понимаете, что эти Бакулей и Шива лягут костьми, чтобы евреи не поднимались на храмовую гору? Да. Они же опять к дмитам лягут. И даже вход замуровали в ворота, где Машейл там. Это не Ангелы. С другой стороны. Ну да. Я говорю про восточный русский. Потому что, когда происходит что-то сверху, неосмысленное нами до конца, не выстраданное, неосмысленное, то оно временное. Вот поэтому я спрашивала, и я продолжаю спрашивать, что думали Голда и... Потому что, понимаете, в этом глубокий смысл. Они же не просто так говорили. Они не просто так отказались. Я не знаю, что там такое. Снег пошел, что-то там. Ой, слушай, что-то там пошел. Что-то там пошел. А, что-то там пошел. Вот вы у нас только выскорбили. Вот такая премия. А, ой, 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 ой. Ну, черный, да, не так-то. Черный, да, не так-то. Черный, да, не так-то. Миша, а то, что посольство, это же тоже мы не закрепили? Мы надеемся, что закрепили. Как считать, что посольство сейчас есть в Иерусалиме? Это как снизу или как срезу? Снизу, потому что... Все-таки ты считаешь, что снизу. За это мы долго боролись. В частности, на Таньян. Долго боролись. Как бы, что это работа с ними бывает все-таки. Мы долго боролись. Понимаешь, вот, понимая Тору, как бы, то есть, изучая Тору.